Добрый день дорогие ребята! Я очень рада вас видеть на нашем очередном занятии Кружка умелые ручки. Хочу поздравить вас с наступившим Новым годом и пожелать вам самого хорошего, самого доброго и главное замечательных поделок, сделанных своими руками. Сегодня мы с вами будем делать вот такую красоту. Из чего она сделана? Она сделана из шишек, из еловых, из сосновых, из тех шишек, которые могут быть у вас дома. Значит если мы постараемся у нас с вами все получится. Ну что, поехали! Что нам для этого нужно? Нам для этого нужна рамочка любого размера, который у вас есть. Если у вашей рамочки есть соснова, это замечательно. Вам нужно будет просто тогда положить тот цвет бумаги, который у вас есть. Если у вас нет рамочки готовой, а есть только вот такая основа, значит что мы делаем? Мы берем картон, обычный плотный картон, затем картон цветной или цветную бумагу, берем линеечку и вымеряем от бортика до бортика размер нашей основы. Вот когда мы все это промерили с вами, мы откладываем мерочки на картоне, делаем квадратик и вырезаем его ножничками. Затем мы на картон наклеиваем или цветную бумагу, или цветной картон, или может быть красивый обои, который у вас есть. Наклеиваем и вставляем в нашу рамочку. Вот у нас основа для нашей картины готова. Что мы делаем дальше? Мы дальше с вами готовим шишки. Значит что мы делаем в шишке? Вот такая шишечка, вот такой цветочек, она очень похожа на настоящий цветочек. Мы делаем таким образом. Смотрите, мы берем шишку, мы берем или такие кусачки, или может быть плоскогубцы, или может быть такие крепкие ножнички. И мы что мы должны делать? Мы удаляем вот эти лепесточки шишки. По одной потихоньку мы их убираем отсюда. Вот когда мы все с вами уберем, у нас с вами вот получится вот такая шишечка. Видите, лепесточки внизу шишечки остались один ряд или два ряда и вот такая серединка. Что мы делаем с этой шишечкой дальше? Мы берем краску, ну тот цвет, который вам больше нравится и покрываем ей наши лепесточки. Вот каждый лепесточек прокрашиваем и у нас уже почти получился цветочек. Потом мы берем, можно желтенькую краску взять, можно беленькую и также прокрашиваем серединку цветочка и отставляем его просыхать. Затем у нас есть с вами вот такие цветочки. Как мы их делаем? Мы снова берем тоже шишечку и вот на этот раз мы удаляем не только лепесточки, а и серединку. Смотрите, у нас вот серединки удалилась. Зачем мы это делаем? Мы это делаем затем, чтобы нам было удобно приклеивать ее. Вот сюда мы ложим клей и она хорошо ложится на основу. Вот такой цветочек у нас с вами будет. Значит, мы его берем и тоже вот так вот прокрашиваем тем цветом, который нам больше нравится. У нас получился вот такой оранжевый цветочек красивый. Так, все по бокам мы прокрашиваем все лепесточки и откладываем сушить. Значит, еще в нашем букетике есть шишечки вот такого формата. Вот такого формата. Значит, это просто шишечка, но что мы с ней делаем? Мы берем ей и прокрашиваем каждый-каждый лепесточек вот так снизу и ложим тот цвет, который нам понравился. Вот каждую вот эту лепесточку мы прокрашиваем аккуратненько. Каждый-каждый-каждый. И бочок вот так надо закрашивать. Вот так вот. И вот когда мы все это с вами сделаем, у нас получится полностью прокрашенная шишечка. Она может быть зеленой, голубой, белой, может быть серебристой, золотистой. И вот когда у нас все прокрашено, оно у нас высыхает. Когда все у нас высохло, значит, для декора мы еще можем с вами взять вот такие разные веточки. Это могут быть вот такие искусственные ягодки, веточки вот такие. Можно взять искусственную елочку. Можно взять, конечно, и живую, но когда опадут у нас иголочки живой елочки, что получится? У нас получится не очень красивая картинка. Вот такие искусственные веточки можно взять. Вот такие листочки для того, чтобы дополнить наш букет. Когда у нас шишки высохли, мы берем нашу готовую рамочку. И что мы делаем? Мы берем наши уже цветочки и начинаем их размещать на нашей картинке. Вот так, как вам больше нравится. Количество шишек у вас будет зависеть от того, насколько большая у вас рамочка. Вот если маленькая рамочка, сюда поместится, ну, может быть 5-6 шишечек. На большой рамке у нас, посмотрите, у нас достаточно большое количество шишек. Это рамочка среднего размера. Но здесь вот мы потом посчитаем, сколько у нас шишек здесь у нас поместилось. Вот, значит, у нас есть еще вот такие вот шишечки, нераскрытые. Мы их тоже покрасили вот зеленым цветом. Вот такие серебристые у нас красивые шишечки есть. И вот, когда мы с вами закончили выкладывать наш букетик на основе, разместили все детали нашего букетика, нам все понравилось, тогда мы что? Мы приступаем к тому, что мы будем крепить все это на основу. Мы аккуратненько это убираем. Так. Так. И начинаем работать с клеем. Я думаю, у нас уже наш клей нагрелся и будет клеить хорошо. Значит, мы берем шишечку. Мы можем работать не только вот этим клеем горячим, как он называется. Мы можем работать клеем дракон. Но когда мы будем работать клеем дракон, мы берем палочку, мы берем клей и намазываем вот эти выступающие части у наших цветочков, у наших шишечек. Намазываем клеем и немножко его надо подержать, чтобы чуть-чуть подсох. Тогда он быстрее будет крепиться к основе. Но если вы будете клеить сразу все быстренько драконом, значит, просто тогда ему надо дать возможность высохнуть. И тогда уже вы будете свою картиночку крепить на стеночку или ставить на рабочий стол и украсить свое жилище. Значит, сейчас мы начинаем крепить наши уже цветочки. Ну, вот желтенькую я сюда вот прикрепила. Вот. И оно достаточно быстро так у нас крепится. Ну, затем я, наверное, возьму большую вот эту зелененькую шишечку и тоже его вот так вот прикреплю. Так. Вот она уже у нас прикрепилась. Теперь мы берем вот эти цветочки уже наши и тоже вот так аккуратненько крепим. Вот так прикрепим сейчас вот красненькие. Кстати, красненькие вот эти похожи очень на садовые цветы, которые, возможно, растут у вас во дворе в полисаднике. Так. Ну, и теперь мы по очереди крепим наши цветочки. Так. Теперь беленькую шишечку для контраста мы сюда прикрепим. Вот так. Замечательно. Затем берем вот такую. Правда, похоже на астру? На полную астру, которая может расти у нас на клумбах, в полисадниках. Вот такая полная-полная астрочка яркая. Вот. Чем хороши шишки, тем, что они вот напоминают действительно цветы, которые у нас есть и которые радуют нас летом. Так. Вот мы здесь вот так прикрепили. Значит, что мы делаем дальше? Мы дальше с вами крепим вот эти цветочки. Красивые. Такие замечательные. Вот сюда один цветочек. Вот сюда мы прикрепим второй цветочек. Замечательно. Затем мы шишечки вот эти маленькие сюда вот прикрепим. Мы же место уже определили, куда мы будем крепить. Вот замечательный синий цветочек такой у нас. Яркий, красивый. Так. Затем бордовый. Вот так. Вот сюда мы, наверное, прикрепим желтенький. Посмотрите, какой красивый букет у нас с вами получается. Так. Значит, у нас есть еще вот такая золотая шишка. Красивая. Вот мы ее сюда в центр прикрепим. А вот эти серебристые шишечки, мы их прикрепим сюда наверх по бокам золотистой шишечки. Так. И вот, смотрите, вот так у нас уже букетик почти готов. Затем для яркости, для декора я взяла пару веточек маленьких и ягодки. Мы сюда их прикрепим, вот сюда наверх. Вот так немножко пальчиком надо придержать. Так. Но я проверила, вроде у нас все держится хорошо. Значит, затем мы можем взять вот эти веточки, которые у нас вот есть с вами. Вот она похожа веточка на елочку. И вот сюда немножечко украсить наш букетик. Так. Одна веточка. Затем у нас вот, смотрите, я креплю вторую веточку. Вот. И здесь вот у нас с вами получилось немножко пусто. Значит, мы можем сейчас с вами вот эти ягодки взять. Вот так вот наклеить. И в серединочку вот так вот приклеить их. Вот так вот. И они будут давать такого красный яркий цвет. И вот такая работа чем хороша? Такая работа хороша тем, что вот зимой у вас будет на стене висеть такая яркая картина, которая будет вам напоминать лето. И вот смотрите, в принципе, мы уже с вами справились. И вот у нас получилась достаточно красивая картина. Вот если вы такую картину постараетесь сделать, она будет очень хорошо смотреться в вашей комнате или на вашем рабочем столе. И это будет очень замечательный подарок кому-то из своих близких или своих друзей. Они будут поражены, что вы такую работу смогли сделать сами. Спасибо большое вам за просмотр. Удачи в наших поделках. Всего доброго, всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!